Музыка Произведения художников-фронтовиков и наших современников. Масло и акварель, карандашные зарисовки и качественно новые художественные техники. В стенах Волгоградской областной научной библиотеки имени Горького открылась традиционная, уже седьмая по счету, выставка. Патриотический проект, мы его посвящаем и 9 мая у нас проходит, а в данный момент 2 февраля, дню освобождения от фашистских войск в Сталинграде. Данная выставка характерна тем, и интересно, что мы собрали здесь работы и современных художников Мещеряковой, Садреевой, Петренко, Степанчук. Изюминка нашей коллекции – это известные волгоградцы, художники, участники войны. Художники-фронтовики изображали то, что видели своими глазами, но у наших современников тема Великой Отечественной войны по-прежнему находит живой отклик в сердцах. Среди представленных работ особенно выделяется триптинг Галины Мещеряковой, выполненный в необычных материалах. В своей работе мастер пользовалась непривычными красками, а разными сортами чая, добившись хорошо уловимого оттенка старинных выцветших фотографий. На картинах художник запечатлела эпизоды из истории своей семьи. А в то время машинка «Зингер» была у бабушки на хуторе Перевальный, Минераловодский район. И они с моим братом несли эту машинку. Вот этот эпизод, который она мне рассказала, мне очень запомнился. Я попыталась его отобразить. И когда брат мой, 12 лет, увидел в небе немецкий самолет, вой немецкого самолета, он спрятался под эту машинку. «Мама рыдала». Вот такой сюжет я попыталась изобразить. Портрет своего отца, портрет мамы, портрет брата. Семейная история легла в основу работы Оксаны Степанчук. Ее дед участвовал в обороне Сталинграда, и данные об этом сохранились в архиве. А перед тем, как приступать к написанию картин, пришлось проделать большую исследовательскую работу. Перед тем, как я начинала искать вообще тему, что писать, обращался действительно к своей истории, к своей семье. То есть я посмотрела дедушку, его путь. Мы, кстати, заказали в архиве военном, именно вот его, он так называется, путь боевой славы. И там действительно нам прислали официальные документы, вот весь его путь. И я тоже это несколько раз прочитывала, смотрела, анализировала, какая форма была действительно, какое окружение тогда было. Выставка доступна всем гостям библиотеки имени Горького на четвертом этаже. Вход свободный. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова